Всем привет! Просматривая список связанных организаций, я обнаружил, что на канале не хватает рассказа об одной из самых важных из них. Это ТВП, или теперь всё путём. Ведь по одной из версий, именно эта организация и создала SCP-173 статую. Кроме того, она сама появилась в SCP одной из первых. Потому что самый ранний объект, прямо относящийся к этой организации, это SCP-092, который появился на сайте ещё в 2008 году, то есть где-то во время основания SCP как такового. А ещё у ТВП довольно необычный и интересный хаб. В нём есть занятный раздел с предложениями различных произведений. В общем, как-то незаслуженно обделили вниманием эту организацию. Но перед началом этого видео я хочу рассказать о паблике этого канала ВК. Самореклама, да. Но дело, конечно, не только в нём, он же в описании каждого видео есть. А в том, что народ устроил интересную движуху и создал почти три десятка групп по связанным организациям. А в них происходят какие-то свои события. Кто-то там я видел страйкбол, предлагал кто-то выставки, кто-то что-то ещё. В общем, ищет народ как бы сделать всё путём. На это как минимум стоит поглядеть. Ссылку на это всё оставлю в описании. Итак, в рассказах, как и в реальном фандоме, ТВП оказывается достаточно старой организацией, которая существует с 1874 года в виде выставки паранормального искусства под названием «Сомми Сноус Девинос Магнификвес». Что, если верить гугл-переводчику, значит стали ли мы красивыми? Это выставка, которая когда-то появилась в Париже, и с тех пор тайно проводится раз в 10 лет в разных уголках мира, собирая художников, создающих нереальное и запрещенное, самых искушённых ценителей и самых зубастых критиков. Хотя новые объекты, те, что из 5000, например SCP-4505, предлагают уже другую версию, и вообще показывают, что аномальное искусство существовало чуть ли не в эпоху Ренессанса, а может даже и раньше, что как бы намекает нам на то, что искусство аномальных артистов имеет природу, отличающуюся от других аномалий, потому что большинство версий SCP-001 предусматривает такой вариант, что аномальные вещи как таковые начали появляться только где-то в конце 19-го или начале 20-го века. Ну или пятые тысячи объектов не особенно канон, да и вообще канона нет. Так или иначе, эта секретная выставка собиралась несколько раз, но в какой-то момент аномальных художников и анартистов постиг кризис жанра. Заели критики, значит, да и вообще творчество пошло не тем путём. Во всей этой истории есть одна большая отсылка на творчество реальных сюрреалистов, ведь в эпоху, когда появились фотоаппараты и кинокамеры, уже никого не интересовало, насколько хорошо рисует художник. Зачем уметь делать то, что умеет машина? При этом куда медленнее и хуже. Важнее стало, насколько интересно то, что делает художник. На первый план вышел посыл и смысл. Так появился символизм, а за ним и сюрреализм. Сюрреалисты интересовались алхимией, магией и прочей мистикой, пытаясь приблизиться в творчестве к иррациональной сути бытия. И если подумать, весь SCP на это направлен как фандом, что снова намекает нам на важность ТВП в SCP в принципе. Короче, реальные сюрреалисты считали своё творчество не менее магическим, чем анартисты из ТВП. В то время как всякие классические художники недоумевали, что и зачем они вообще делают, и пытались искать новые смыслы. Так вот, одним из таких разочаровавшихся художников был человек, который подошёл к охране Зоны 19 и заявил, что хочет сдаться со всеми своими аномальными творениями в руки фонда. Творениями этими оказались SCP-092, но это были не картины, а аудиодиски, после прослушивания которых люди говорят фразу «фига себе, вот теперь реально всё путём». Те из них, кто выживает, конечно, после прослушивания, потому как записи на этих дисках вызывают долгую и мучительную трансформацию тела и ума, в результате которой целыми и невредимыми остаются единицы. Сам этот человек на допросе рассказал, что несмотря на то, что у него целое поместье и музей с цитата «идеями лучше, чем ваши», у него не всё путём, и всё, что он делает, это говно и имитация. То есть сам он пройти всю эту трансформацию к новым смыслам так, чтобы всё стало путём, не смог. Далее фонд, исследуя названные художниками места, находит множество самых разных предметов, всё больше открывающих мир аномального искусства для организации. В одном из заброшенных складов фонд обнаружил заготовку для инсталляции, содержащую табличку с надписью «Это зеркало, а та опечатка». Она поступает в каталог фонда, как SCP-1207. Суть этой штуки в том, что она отражает то отчаяние, в которое впали эти художники. Каждый, кто посмотрит на неё напрямую, будет считать, что это зеркало, в котором он видит себя уродливым, подмечая каждое несовершенство своего лица, и обязательно придёт к мысли, которая всегда выражается в конце высказыванием «У меня ещё не всё путём», после чего начинает всячески активно себя болезненно видоизменять, каждый раз оставаясь недовольным результатом. Более радикально поступил создатель SCP-1433, кассеты, которые вызывают изменения в разуме, не позволяющие воспринимать музыку совсем. В конце концов, как понять, что музыка непутёвая, если её вообще не слышно? Но не все анартисты впали в такое вот уныние. Некоторые в попытке вернуть себе и искусство путёвость, начали создавать самые разные произведения. Статуи, фильмы, компьютерные игры, просто какие-то совсем абстрактные вещи. Снабжая их припиской, теперь всё путём? Среди художников ТВП много тех, кто рисует граффити. Кстати, анимация, которая показана в статье SCP-1446, это граффити реального художника Блу, который, похоже, тот ещё анартист. В целом, смысл этой фразы, которой они все снабжают своё произведение, предельно прост. Сделать такое искусство, чтобы всё стало путём. Это стремление – это единственное, что объединяет аномальных художников в ТВП. Потому как, как таковой организации, нет. Есть отдельные группы творческих людей, знакомых с аномальным, которые пытаются сделать всё путём, что существенно затрудняет фонду борьбу с ними. Ведь ТВП – это скорее идея, а не конкретные люди. Впрочем, отдельные люди, как персонажи, тут тоже есть. Про одного из анартистов ТВП написан целый отдельный канон под названием «Путёвая война», в котором вышло уже довольно много рассказов, и прямо сейчас пишется второй сезон. В них рассказывается о Руизе Дэшане – артисте, преодолевающем творческий кризис, расправляющемся с критиками, создающим различные смертоносные произведения искусства, по большей части в форме инсталляций. Некоторым даже удается-таки найти путёвые формы самовыражения. Во всяком случае, они так думают. Например, игра для планшетов, описанная в SCP-1590, которая приводит к тому, что игрок её завершивший попадает в игровой мир сам. Начинается со слов «Посвящаю Джои, который научил меня так сделать, чтобы всё было путём». На то, чему мог научить его этот Джои, как мне показалось, прозрачнее всего намекает SCP-1672. Это мемогент, заразившись которым люди перестают воспринимать информацию, не заключённую в рамке, а также желают заключить в рамке себя. Само заражение вызывается картинкой с человеком с коробкой на голове, а это отсылает к распространённому в английском языке выражению «thinking out the box», то есть, если переводить дословно, думать вне коробки. Человек, который думает в коробке, мыслит в рамках идеологии, стереотипов и прочего. Думать вне коробки – это, соответственно, наоборот. Однако, несмотря на такой позитивный посыл, движение это оказывается достаточно агрессивным, и большинство созданий ТВП довольно опасно. Например, SCP-1057 – это пустое пространство в виде акулы, которое, будучи выпущенным в водоём, начинает есть в нём людей, при том, что автор ехидно снабжает своё произведение комментарием, что страх акулы так же страшен, как и сама акула. Чтобы бороться со всем этим бардаком, SCP создаёт несколько МОК, которые ищут такие вещи на различных мероприятиях. Например, SCP-1018 обнаруживается МОК и Псилон-23 искусства веда на благотворительном ужине, посвящённом людям, страдающим от жажды. Следы деятельности ТВП обнаруживаются также и в барах, клубах, кафе и в других местах. В отличие от своего прародителя, выставки «Сомми Сноус Дивенус Магнификус», нынешний теперь всё путём не стремится сохранять полную секретность и вообще придерживаться каких-то рамок, потому фонду обычно относительно несложно находить новые, связанные с этой организацией объекты. Например, SCP-1074 был изъят с выставки «Кошмар Стендаля», где случился резкий массовый приступ истерии у всех присутствующих сразу. Похожим образом нашли и SCP-1226, но там уже дошло до того, что посетители жестоко избивали и ели друг друга. Для исследования такого искусства фонд организует отдел художественных аномалий. Учёные фонда придумали делить аномальное искусство на несколько стилей. Реконструкционизм – это когда художники хотят решить ан-артом какую-то социальную, экономическую и элитическую проблему. Рекреационизм же просто хочет изменить реальность своей воли. Реконструкционизм хочет эту реальность разрушить без какой-либо замены. И последняя четвёртая форма анарта – это креационизм, когда анартисты просто что-то создают. Но в своих изысканиях фонд так и не смог приблизиться к самой сути, потому что суть аномального искусства – это сделать так, чтобы теперь всё было путём, чего фонд, со своим мышлением, не выходящим за пределы коробок, постичь не может. Поэтому группа художников, ТВП и отдельные участники, как правило, остаются неуловимыми для фонда. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok